Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем канале Сладкий Персик, и сегодня у нас не совсем обычный выпуск. Мы не будем ничего готовить, а будем заниматься уборкой. Как вы знаете, я на кухне готовлю часто. Как минимум два раза в неделю мы снимаем рецепты для вас, а еще и сами едим. Поэтому кухня у меня пачкается максимально быстро. У меня очень много уже грязных вещей накопилось, например, кухонное полотенце, всякая там столовая посуда, вытяжка, ну, точнее, фильтр от вытяжки, ну, сама вытяжка тоже, правда, грязная. Поэтому сегодня мы все это с вами будем чистить. Я как раз на Wildberries нашла вот такой вот пятновыводитель, он же отбеливатель EasyClean. В отзывах пишут, что это просто лучший и топ пятновыводитель, который отмывает вообще все. Вот мы как раз его с вами и протестируем. Начнем мы с полотенца, которое испачкано свеклой. Мы вчера готовили розовую окрошку, и теперь сегодня мы будем его отстирывать. Надеюсь, что пятновыводитель справится с этой проблемой, потому что свекла обычно отстирывается, ну, не очень-то и легко. У нас внутри лежит вот такая мерная ложечка, с ее помощью мы будем насыпать. Здесь написано, что нужно обязательно использовать горячую воду 90-100 градусов и добавлять 1-5 мерных ложек в зависимости от загрязнения на 1 литр воды. Давайте мы положим сейчас 3, вот сюда на дно. Порошок мы кладем на дно, потому что он у нас кислородный, и когда мы зальем его кипятком, кислород будет подниматься снизу вверх, тем самым он должен разрушить вот эти вот пятна. Поэтому сейчас мы вот так вот кладем наше полотенце и заливаем все это кипятком. Прям очень интересно посмотреть, что же в итоге получится. Я как будто бы участвовала в опытах в школе на химии, мы там делали опыты, у меня сейчас примерно такие же чувства, интересно, что получится в итоге, и как это все будет выглядеть. Ой, посмотрите, уже пена начала появляться, кажется, нужно еще воды немножко добавить. С ума сойти, а оно все шипит, я как будто бы зелье сейчас смотрю, у меня еще шляпу такую, я буду похожа на ведьмочку. Блин, это очень круто, мне сейчас интересно перевернуть и посмотреть, что там происходит с нашими пятнами. Давайте вот аккуратненько обратить внимание, а щипцами пользуюсь, потому что боюсь, что забруки мне не повредились. Ой, блин, аккуратненько переворачиваю. Уже даже сейчас почти пятен не осталось. С ума сойти, ты посмотри, оно почти чисто уже. Здесь же была свекла. Смотрите, вот здесь были пятна от свеклы, а сейчас ничего нет. Вообще рекомендуется вещи таким образом замочить и оставить на 3 часа. Потом мы их достаем, отправляем в стиральную машинку и стираем, как обычно. Но у меня пятна, видимо, свежие, потому что они только вчера поставились, они еще не успели, видимо, въедться в ткань, поэтому мне хватило всего лишь, наверное, 3 минуты даже, чтобы пятна полностью удалились. Поэтому в стиральную машину клей отправлять не буду, я сейчас это полотенце просто прополощу и отправлю сушиться, потому что оно идеально чистое. Теперь мы с вами попробуем отмыть вот этот очень грязный фильтр от выжижки. Посмотрите, это просто очень-очень грязно. Ну, вот с этой стороны видно, что я его периодически мою, но мы вчера и сегодня жарили стейки, поэтому он вот жирный, мне даже руки жирные, посмотрите. Мы его, значит, сюда кладем, насыпаем наш изи-клин вот так вот сверху порошок, прям на фильтр. Я думаю, достаточно, да? Очень равномерный слой у нас был. И теперь точно так же наливаем кипяток. Я воду кипячу в чайнике и прямо с чайника наливаю, потому что в кране у меня не такая горячая вода. И мне очень интересно, что будет проходить сейчас, потому что я видела, как это шипит с полотенцем, и это, блин, было очень прикольно. Посмотрите, мне кажется, грязь прям как будто вышивается водой, вымывается, да? Смотри. А здесь уже все чисто, смотрите. Это просто, я в шоке, если честно, потому что кажется, как будто бы у меня фильтр отмылся лучше, чем антижиром, который специально для кухни. Сейчас его переверну в другую сторону. Аккуратно щипцами. Пусть он еще там полежит, пошипит. Пена опять поднялась, и видно, да, что жир, который был в этих ячейках у фильтра, он весь оказался здесь вот снаружи. То есть пена, она такая уже грязная, жирная. Так. Просто практически идеально чистый фильтр. Его можно оставить полежать еще, наверное, минут на 10. Давайте оставим и посмотрим, что с ним будет. Я думаю, что он у нас отмоется и будет выглядеть так же, как только мы с магазина принесли вытяжку, потому что я его таким числом не видела никогда. И теперь нам осталось потестить столовые приборы. Мне кажется, тест кислородного пятного водителя удался, но мы все-таки еще попробуем очистить столовые приборы. Этот набор нам дарили на свадьбу. Это мельхиоровые столовые ложки, и, честно признаюсь, я их вообще практически никогда не чищу. Наверное, за 10 лет я их чистила, ну, раза три. Поэтому сейчас мы попробуем их почистить с помощью пятного водителя. Значит, кладем. В контейнер можно использовать любой, главное, чтобы они полностью поместились. Теперь наливаем сюда литр кипятка. И теперь добавляем одну нервную ложку нашего пятного водителя. Сразу начинается магия просто. Это средство не вызывает аллергии, оно не содержит хлора, поэтому оно безопасно. Им можно стирать детские вещи, такие вещи. И вам даже у нас кошка пришла, чтобы почувствовать запах. Она спала где-то далеко, и сейчас пришла поближе, и сидит мухой. Мы оставим столовые приборы так полежать примерно на 40 минут, и потом посмотрим, что получилось. А я вам напомню, что вот там у нас лежит фильтр от вытяжки. Он уже лежит минут 10, и сейчас мы проверим, насколько хорошо напнулся. Ого! Это, конечно, интересно. Просто, просто вся грязь вышла наружу. У меня как-то в жизни такой чистый не было, мне кажется. Я его сейчас сполосну просто под обычной проточной водой в душе. У нас душ маленький, поэтому снимать нам неудобно. И вот эта вот вся грязь, которая здесь вот на поверхности налипла, она выйдет, и вытяжка будет у нас идеально чистая. Я промыла фильтр, посмотрите, мне кажется, это просто шикарно. Теперь посмотрим, что через 40 минут стало с нашими ложками. Я надену сейчас перчатку, и... Вот, посмотрите, они тоже уже выглядят намного лучше, чем были. Ну что, мне кажется, наш тест удался. Мы отмыли и кухонную вытяжку, и столовые приборы, и кухонное полотенце от свекольного сока. А это довольно сложно. Поэтому я поставлю этому пятному водителю Изи Клин 5 баллов. Он точно работает. И если вы тоже хотите попробовать, протестировать и купить такой же, оставлю ссылочку и в комментариях под этим видео, и в самом описании. Если вам понравился наш обзор и наш тест, ставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Если вы хотите, чтобы я протестировала что-то еще, пишите в комментариях. И всем пока!